Здравый смысл! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мне очень приятно снова быть в вашей радиостанции, и я с удовольствием поделюсь с вами интересной информацией об этом прекрасном, удивительном явлении йога. А что вас подтолкнуло вообще к занятию йогой, ну и потом, по следующему, к преподаванию? Да. Я хочу, наверное, остановиться на том, что вот вы меня представили как тренер йоги, и в этом вы и правы, и уже немного это не соответствует действительности. Так-так, интересно. Да, потому что практика йоги в моей жизни уже очень давно, и тренерскую работу я, так скажем, сейчас перемещаю немного на второй план. Потому что тренер — это всё-таки в обычном, обыденном понимании человек, который больше имеет работу с телом, больше, так скажем, прикасается к телу и больше ведёт тело в развитие. Я же уже теперь более, всё больше времени уделяю работе с сознанием, с психикой своих клиентов, и также в последнее время очень активно участвую в организации публичных практик йоги, поэтому в йога-центре и являюсь сейчас руководителем йога-центра. Ну, с чего началась моя практика, да? Моя практика началась уже больше 16 лет. У меня, как и у большинства людей, случаются периоды в жизни, как говорит один наш очень хорошо знакомый герой мультфильма, «А здоровье моё не очень». И вот как раз в один из таких периодов, когда физическое состояние было не самое лучшее, я тогда очень много занималась фитнесом, у меня был маленький ребёнок, и напряжённая умственная работа в офисе дала о себе знать. У меня появились боли в спине, и в этот прекрасный период времени в моей жизни появилась йога. Мой фитнес-тренер заканчивала физфак и писала дипломную работу на тему йога и её воздействия на человека. И пригласила меня в экспериментальную группу, так как из меня уже, так скажем, фитнес-занимающийся был не первого качества. И мы с ней начали заниматься. И вы знаете, буквально через три месяца я увидела чудесное преобразование в теле, и это меня тогда очень удивило и в то же время привлекло внимание. А что вы заметили, что такого произошло, что вас удивило? Во-первых, исчезли боли. Моя, так скажем, физическое тело, оно стало более подвижным, оно стало более гибким. У меня восстановился сон, моя умственная способность повысилась, и общее психическое состояние, эмоциональное состояние, я заметила, что оно стало более гармоничным. И тогда я поняла, что это моё. Вот это озарение, вот я нашла то, что мне нужно, оно было, конечно, тогда для меня очень ярким событием. Поэтому я считаю вот тот период одновременно не самый, так скажем, приятный с точки зрения физики, но очень счастливым обстоятельством в моей жизни, потому что именно это привело меня в йогу. Вы уже сегодня сказали об этом, и я тоже планировала поговорить о том, что как, работая через тело, меняется сознание, меняется мышление. Насколько я знаю, что йога это, в общем-то, проповедует, да, скажем так, такой осознанный образ жизни. Как это всё взаимосвязано и почему? Дело в том, что практика йоги в обыденном понимании это как гимнастика. Большинство людей считают, что практика йоги, тебе нужно коврик, ставить в асану, занять определённое неудобное положение и какое-то время находиться в нём. Это со стороны. Безусловно, влияние на физиологические процессы, которые происходят в нашем теле, йога оказывает очень большие. Почему? Потому что воздействие на те или иные системы органы в нашем теле происходит, воздействие на наши системы органы, происходит определённая гармонизация. Выравнивается давление, выравнивается кровеносный ток и так далее и тому подобное. Выравнивается эндокринный баланс. И в этот момент, когда успокаивается физическая боль, наступает гармония в физическом теле, мы переключаемся на наше психическое, эмоциональное состояние. И таким образом воздействуем на гармонизацию этих, сказать, субстанций. Давайте так скажем. Таким образом, человек, когда уходит в практику, у него происходит некоторое очищение. Он как бы слой за слоем двигается к своему центру и находит что-то, что давно его привлекает. То спокойствие, та гармония. Появляется невероятная сила, энергия у него. И поэтому, выходя, так скажем, с практики, состояние, у него происходит трансформация вообще видения, я бы так сказала. Видение. Человек начинает ярче видеть краски, он ощущает запахи, у него меняется восприятие той или иной ситуации, обстановки, и он может управлять своими психическими реакциями. Уже осознанно. Да, да. Совершенно верно. Что делать, когда начинаешь заниматься йогой? Я свой скромный опыт. Первое время тебя преследуют какие-то мысли, ты отвлекаешься, ты не можешь фиксироваться как-то на теле, на мышцах. Вот здесь какой совет дадите? Как начать? Ум. Да. Да, ум — это тоже такая неугомонная субстанция, всегда присутствует хаос, всегда присутствуют вибрации в нашем сознании. И чаще всего мы привыкли к тому, что всё-таки наше тело, оно подаёт сигналы мозгу. То есть мы привыкли выстраивать отношения со своим телом и в своей деятельности от того, что хочет тело. Рождаясь, человек слышит от тела «Корми меня», «Пои меня», «Выгуливай», потом «Жени», потом «Получай удовольствие». И таким образом мы выстраиваем свою жизненную деятельность в соответствии с нашими потребностями. Практика же йоги обучает нас и даёт возможность управлять в обратном порядке. То есть гармонизация и выстраивание отношений снизу вверх и сверху вниз даёт как раз нам то приятное ощущение, приятное состояние, когда мы можем управлять. То есть подчинить тело разуму? Безусловно, да, вы правы. А с чего начать вообще погружение в йогу? Что бы вы советовали? Как выбрать тренера? То есть это тоже, мне кажется, на мой взгляд, это очень важно. Всё-таки идти за мастером? Вы знаете, я как руководитель йога-центра наблюдаю несколько траекторий входа в йогу, в практику йоги. Одна часть людей приходит через физические боли, у которых существует физический недуг, и они хотят избавиться от него. Вы знаете, даже стала в последнее время очень популярна такая фраза, когда непосредственно выходя из кабинета доктора, человек идёт на йогу. Говорит, меня доктор послал. Иди на йогу. Это один путь. Это один путь, да. И такие люди приходят, и действительно определённая правильная практика, выстроена грамотно комплексы, они дают облегчение, и человек через некоторое время решает свои проблемы и продолжает поддерживать физическое состояние. Второй же путь — это путь людей, которые на уровне внутренних ощущений ищут какую-то практику для себя, которая даст им возможность самопознания, саморазвития. Нужно понять, кто вы, из какой вы категории. То есть либо вас ведёт ваше тело для решения каких-то ваших физических ненугов, либо вы действительно чувствуете духовный посыл и ищите вот этот духовный опыт, который сочетается в практике йоги именно через физические упражнения и выводит нас на определённые уровни самопознания, саморазвития, самоисследования. Поэтому в любом случае первая категория вы или вторая относитесь, идите и ищите. Безусловно, для начала, как правило, мы наводим справки, кто ведёт, что ведёт, какой опыт. Чаще всего в йога-центрах предусмотрены бесплатные занятия для того, чтобы познакомиться с тренером, познакомиться с атмосферой йога-центра, познакомиться с теми условиями, в которых вы будете заниматься. И, как правило, мы начинаем знакомство на каких-то поверхностных слоях с тем, что нам предстоит. Если вы уже обладаете некой, так скажем, чувствительностью внутренней, то иногда даже совершенно стрёмное пространство может сказать вам, останься здесь, и вы действительно получите то, что вам необходимо. Но в любом случае нужно идти и делать, потому что простое наблюдение и созерцание практики по телевизору или, скажем, чтение каких-то книг ничего не даст. Практика йоги – это всё-таки не академическая дисциплина, это всё-таки прикладная дисциплина, и нужно пробовать. Только через опыт и через собственные ощущения вы сможете понять, ваше это или не ваше, ваш это человек, не ваш человек. Надо пробовать. Ну, как говорят одни мои знакомые, которые йогу практикуют уже давно, что если какая-то непонятная в жизни ситуация, и в голове нет решения, то иди в тело. Занимайся телом, и оно даст ответ. Очень мудро, потому что как раз действительно в йоге происходит вот это ощущение, когда человек погружается в практику асаны, занимает неудобное положение, или через какое-то время это положение становится удобным, потому что он его осваивает на разных уровнях, физическое тело более не отвлекает, дыхание выстраивается, и у человека возникает вот это некое внутреннее переключение, когда ты переключаешься с внешнего слоя, переключаешься на внутреннее наблюдение. И вот здесь как раз возникает возможность поиска ответа на тот вопрос, который в жизни произошел. То есть я не скажу, что любую ситуацию можно решить. Безусловно, очень много факторов играет роль в решении той или иной ситуации, но, по крайней мере, все, что зависит от тебя лично, от твоих поступков, от твоего ощущения, от твоих состояний, от твоего решения, это все можно проанализировать, просмотреть все, что находясь в асане. Действительно, это так. Такой вот у меня очень прикладной вопрос. Стоит ли сочетать йогу и начинать, допустим, с обычными фитнес-тренировками, с теми привычными нагрузками, которые используются? Вы знаете, в зависимости от ваших целей. Бывает так, что человек приходит в йогу постичь гибкость, улучшить функциональные какие-то параметры своего тела, и этого недостаточно, к примеру, в тренажерном зале. Безусловно, здесь йога будет помогать человеку увеличивать гибкость, подвижность суставов, и плюс ко всему в фитнес-центре, в тренажерном зале, скажем так, он может получить дополнительно мышечную нагрузку. Но если ваша задача все же пойти в йогу как в дисциплину самопознания, в дисциплину, которая вас погрузит в исследование, то, наверное, лучше не сочетать. Здесь еще вот какой момент существует. Обычно мы ищем новый опыт. И для человека, который ведет активный образ жизни, и для которого динамические нагрузки, динамические практики являются приоритетными, все же, наверное, стоит закончить этот опыт, наполниться этим опытом, и почувствовать необходимость пойти в более медитативную, в более статичную практику, нежели фитнес-тренировки. Я знаю людей, которые гармонично сочетают и йогу, и фитнес, но, скажем так, это люди, находящиеся в переходном периоде. Когда-то наступает завтра. Сегодня фитнес, а завтра йога. Мы знаем, что есть люди, которые говорят, для меня практика йоги слишком медленная. Они говорят о том, что она слишком плавная, и я не получаю достаточно нагрузки, чтобы практиковать ее дальше. И пусть этот человек получит опыт в том виде деятельности, в котором он еще сейчас находится. То есть правильно ли я понимаю, что до йоги нужно дорасти? Совершенно правда. Ну, вы знаете, наверное, и дорасти, наверное, это не очень будет корректно сказать дорасти. Скажем так, испить опыт до дна, и наполниться предыдущим опытом, чтобы перейти в новый вид деятельности. Ведь, как правило, мы с вами, совмещая, например, работу, мы выбираем какие-то очень похожие места, где мы можем выполнять свою трудовую функцию. И поэтому невозможно совмещать что-то очень противоположное. Но скажу сразу, что, в принципе, считать йогу медленной и скучной я бы не стала. Почему? Потому что на самом деле практика йоги дает очень хорошую нагрузку на наше тело. И грамотно выстроенная практика это хорошая нагрузка для тела. И когда человек выходит с практики, он действительно, говорит, хорошо позанимался. То есть он получил ту необходимую меру, которую ожидал. Еще что мне нравится в йоге, это дыхательные практики пранаямы. Тоже о них расскажите, какую пользу они дают и для чего они вообще применяются в йоге. Да, пранаяма является одной ступенью освоения практики йоги и сказать, что это, так скажем, маловажная или незначимая часть, это сказать неправильно. Пранаяма сама по себе, пранаяма, управление праной, управление энергией. Для человека воздух является основным элементом, который поддерживает жизнь. Без воды, без питания мы можем какое-то время обходиться, без воздуха мы не можем обходиться. И поэтому умение дышать расширяет. Ну, давайте мы с вами разделим пранаяму, эффекты пранаямы на несколько, так скажем, слоев. То есть первый слой – это именно для физического тела. Физическое тело, получая расширение грудной клетки, получаем увеличение объема легких, безусловно, это для нас очень хорошо. Это хорошо с точки зрения протекания физиологических процессов, это очень хорошо с точки зрения вообще самочувствия. С другой стороны, когда мы начинаем практиковать пранаяму, когда мы практикуем пранаяму, вот таким образом у нас происходит осознанное управление актом, которое заложено у нас, по сути, вшито в нашу физиологию. Мы можем намеренно удлинять, мы можем намеренно замедлять, мы можем делать задержки, мы можем эти задержки контролировать. И в этот момент как раз рождается вот тот навык, о котором мы с вами говорили ранее, это вот как раз управление сверху вниз. То есть человек понимает значимость вот этого контроля для себя, и в результате работы именно с физиологическим процессом, с процессом дыхания у нас происходит регуляция наших психических, эмоциональных процессов, реакций, и человек, который осваивает пранаяму, он становится более управляем в эмоциональном плане, точнее самоуправляем. Поэтому в этом смысле пранаяма является очень качественным инструментом по тому, что мы можем воздействовать на нервную систему, на эндокринную систему. Это вот что касаемо физиологических процессов. Ну и, конечно, постепенно мы можем уходить в состояние управления так скажем, ментальными процессами, мыслительными процессами. Погружение себя в состояние лёгкой медитации даёт нам ощущение вот как раз разделения мыслительных процессов, отделения мыслеобразов, пустых мыслеобразов, идей. Как раз в эти моменты человек как бы вылетает из реальности и находит ответы на очень интересующие вопросы, на очень важные вопросы в жизни. Так происходят открытия. Инсайты. Естественно, да. То, что мы называем Эврика. Очень у нас получился интересный разговор. Я думаю, что мы его продолжим уже в других программах. Сейчас она уже подошла к концу. Я благодарю нашу прекрасную гостью Наталью Ашихмину, мастера йоги, за этот необычный разговор. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Благодарю вас. Будьте здоровы. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Здравый смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова